Министерство обороны Армении прокомментировало заявление заместителя госсекретаря США УЗРЗИ о том, что представитель армии США будет служить Министерству обороны Армении. В ответ на запрос фактора М в Минобороны Армении заявили, что в рамках реформирования вооруженных сил Минобороны Армении получала и получает консультативную поддержку со стороны США и других международных партнеров, которая может быть краткосрочной или долгосрочной. Других подробностей по этой теме в Минобороны Армении не предоставили, отметив, что американская сторона уже дала соответствующее разъяснение. В контексте более широкой ситуации на Южном Кавказе госсекретарь департамент продолжает активно заниматься вопросом армянских военнопленных, удерживаемых в Азербайджане, заявил заместитель пресс-секретаря Госдепа США Абидант Патель. «У меня нет для вас никаких новостей, касающихся этого процесса. Когда речь заходит о задержанных, мы четко и последовательно заявляем, что любая страна должна относиться ко всем задержанным гуманно и в соответствии с международным правом, а также уважать права задержанных», — сказал Патель. Официально Азербайджан подтверждает факт удерживания только 33 армянских военнопленных и гражданских лиц. Однако армянские правозащитники заявляют о еще 80 пленных армянах. США приветствовали встречу между спецпредставителями Армении и Турции на их давно закрытой границе, назвав переговоры о нормализации позитивным шагом к установлению мира и стабильности на Южном Кавказе. «Мы приветствуем эту встречу. Соединенные Штаты будут считать нормализацию отношений между Турцией и Арменией позитивным шагом к установлению мира и стабильности на Южном Кавказе», — заявил представитель Госдепартамента агентство «Анадалу». «Армения и Азербайджан продолжают добиваться значительного прогресса на пути к заключению мирного соглашения, и мы намерены поддерживать этот процесс. Время для мира настало», — отметили в Госдеке. Госдепартамент США приветствовал вывод российских пограничников из международного аэропорта Заварт-Нот-Еревани. «Несколько лет назад события развивались тревожным образом, и этот вопрос нами комментировался. У меня нет каких-либо дополнительных подробностей об этом развитии событий. Безусловно, этот шаг в правильном направлении приветствуется», — заявил заместитель пресс-секретаря Госдепа США Ведант Пакель на брифинге. 31 июля представители погранслужб ФСБ России передали аргентской стороне функции по охране государственной границы на КПП в международном аэропорту Заварт-Нот-Еревани. Минобороны Армении опровергли факт назначения командующего армией обороны Арцаха Кама Вартаняна советником министра обороны Армении Сурена Папекяна. «Информируем наших медиапартнеров, что официальные объявления о назначении на высокие руководящие военные должности в Министерстве обороны делаются в установленном порядке. У министра обороны три военных советника, генерал-майор Симоньян, полковник запаса Петросян, полковник запаса Полусян. Добавим, что человек может поступить на службу вооруженной силы Армении только при наличии гражданства Армении», — заявили в Миниобороны. Премьер-министр Никол Пашинян заявил о необходимости ремонта подвездных дорог к воинским частям. «У нас есть проблемы с дорогами, которые ведут к воинским частям. Два дня назад у меня был незапланированный визит в воинскую часть третьего корпуса. Прямо перед входом там яма метр на два», — сказал Пашинян в ходе визита в Таушскую область. По его словам, Минтерриториального управления вместе с Минобороны должны провести оценку всех подобных проблем. Премьер указал на то, что тысячи людей проезжают по этим дорогам, в том числе родные военнослужащих. «Мы делаем это все для людей», — сказал Премьер. Четыре человека, в том числе азербайджанский пограничник и трое сотрудников агентства Азербайджана по разминированию, получили ранения в результате взрывов Мин на территории села Газалгажри, казахского района на границе с Арменией. Об этом сообщили Госпогранслужба и Генпрокуратура Азербайджана. Как подчеркивается в сообщении, село перешло Азербайджану на основании соглашения о делимитации Азербайджана-армянской границы, достигнутого 19 апреля этого года. Уточняется, что взрывы произошли во время разминирования территории села. Раненые госпитализированы, угрозы их жизни нет, говорится в сообщении. США, Германия и Россия провели масштабный обмен заключенными. В ходе обмена Россия освободила 16 человек, которые переданы Германии и США. В их числе оппозиционеры Илья Яшин, Владимир Парамурза, Олег Гарлова, американские журналисты Эван Гершкович и Алсу Курмашева, гражданин США Пол Уилан. Президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис поздно вечером встретили американцев, освобожденных из российских тюрем. Западные страны освободили 10 россиян, в том числе и киллера спецслужб Вадима Красикова. Российский президент Путин лично встретил освобожденных россиян, поблагодарил за верность долгу и присяге тех, кто имеет отношение к военной службе, и пообещал, что все они будут представлены госнаградам. На фоне вступления в силу закона о прозрачности иностранного влияния Евросоюз рассматривает возможность приостановки помощи Грузии. Об этом сообщил в беседе с испанским изданием Европа пресс-пикер верховного представителя ЕС Питер Стана. «По словам Стана, в краткосрочной перспективе Евросоюз уже сократил политические контакты с грузинскими чиновниками, за исключением тех, кто сосредоточен на поиске выхода из сложившейся ситуации. Мы рассматриваем возможность приостановки нашей финансовой помощи правительству Грузии», — сказал Стана, отметив, что Европейский Союз уже заморозил 30 миллионов евро военной помощи в рамках Европейского мирного механизма.